Сегодня ситуация в Камраде наконец сдвинулась с места. Местные депутаты утвердили структуру исполнительного комитета, отказавшись при этом рассматривать его состав. Причиной называется то, что трое из кандидатов в исполком не сдали тесты на знание гагаузского языка. Это при том, что совсем недавно Евгения Гуцул пообещала исключить из списка семерых кандидатов, не владеющих языком автономии. Перед голосованием депутаты Народного собрания устроили настоящее представление, а Евгения Гуцул покинула зал заседания, заявив, что она разочарована. Позже заседание закрыли и начали новое. На обсуждение структуры местной исполнительной власти депутатам Народного собрания Гагаузии потребовалось около двух часов, в течение которых они активно спорили. А в итоге предложили сократить количество должностей в исполкоме, чтобы более эффективно распределять государственные деньги. Инициативу поддержали и другие участники собрания, что сильно расстроило башкана Гагаузии, которая предлагала включить в состав исполкома 21 человека. Я разочарована и мои отношения. Я башкана Гагаузии. И по поводу структуры. Данная структура, она законна. И я считаю, что она должна быть в таком виде, как она сейчас есть. Через полгода можно пересмотреть. Сразу после этого Евгения Гуцул вместе с представителями ее команды покинула зал заседания. Я не хочу больше сидеть и плыть и в этом заседании. Госпожа, ну и прорывал, что будьте там еще пару минут, просто побудьте с нами. Вы тоже покидаете заседание? Общаться с нашими коллегами Евгения Гуцул отказалась. Вместо нее с корреспондентом ТВ-8 общался Юрий Кузнецов, бывший представитель признанной незаконной партии ШОР. После того, как депутаты убрали этот вопрос из повестки дня, Евгения Гуцул вернулась. Однако потом депутаты свое мнение изменили. Утреннее заседание завершили и начали новое. В итоге структура местной исполнительной власти была принята большинством голосов. Но количество человек в исполкоме все же сократили до 15. Это значит, что Евгению Гуцул придется отказаться от шести предложенных ею кандидатов. Утверждение состава было исключено из повестки дня. Таким образом, депутаты не воспользовались ни одним из двух шансов, чтобы проголосовать за команду Башкана. Закон об автономии Гагаузии предусматривает, что глава ОТОМ может распустить народное собрание только в том случае, если депутаты дважды голосованием отклонят состав исполнительной власти. Отвечать на вопросы депутатов на заседании Евгения Гуцул не стала, предложив обратиться к ней в установленном порядке. Ваша совпредседатель вашей партии, которой вы везде говорите, она говорила на телевидении у нас, что принятие исполкома – это чистая формальность. Вы также считаете, что это чистая формальность? Если заседание Народного собрания Гагаузии прошло неспокойно, на улице перед учреждением на этот раз было тихо. Если на каждой дате, в face седиума и экзекутива, было прозрачено больше людей в отчетении этой депутации, то на данный момент они остались здесь. Утверждение структуры и состава нового исполкома обсуждается Народным собранием Гагаузии уже около месяца. Вначале местные депутаты были недовольны тем, что в список попали люди, не имеющие никакого отношения к гагаузскому этносу и даже не знающие языка. А на прошлой неделе Евгения Гуцул заявила, что выполнит условия депутатов и заменит семь человек – людьми, знающими язык автономии. Тем не менее, несколько дней назад два потенциальных представителя исполнительного комитета не смогли сдать лингвистические тесты. Точнее, один тест и провалил, а второй просто не явился на них, что автоматически приравняли к незнанию языка.